Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Чердак Норб. У кого-то день, у кого-то утро, у кого-то ночь, у кого-то вечер. Продолжаем с вами кому вторую часть Витциус Систерс. Как я понял, она читается или Виктория Сикретс. Я так между делом её так называю. Как обычно у нас в загружаемом контенте, если я не ошибаюсь... Нет, не здесь, по-моему. Здесь, по-моему, одежда висит. Да, здесь одежды нет, не сюда. Не сюда хотел зайти. В достижениях открываются у нас новые картиночки. По камину мы открыли вот такую красавицу, так сказать. И открыли, собственно говоря, списочный коробок. Ну, это, собственно говоря, полёт в кому. Вы зашли в кому, а здесь мы поговорили с Миссом. Ну, и, соответственно, здесь тоже какие-то подсказки, которые мне помогут открыть следующие картиночки. Ну, они-то как можно распринимать какие-то спойлеры. Призрак прошлого. То есть можно примерно понять, что надо сделать будет. Но я как-то это не хочу как бы это всё читать, потому что, ну, мало ли чё, может, как-то на сюжет повлияет ещё что-то. Поэтому давайте продолжим играть. Загружаемся. Загрузить. И пошли дальше. Изучать, так сказать, кому и её страшные тайны. Как мы поняли, сегодня какая-то особенная ночь. Там какая-то красная луна, затмение идёт. Ну, и, соответственно, под это дело, короче, все тёмные силы тоже пришли в восторг. Так, фонарик. Это я загасил его. Это я подсветил. Всё нормально. Так. Звук. Да, звук всё нормально. Всё хорошо. Так, звук всё хорошо. Карта, подожди. Я где? Я вообще как уже в старой кладовой. Я не знаю, как я оказался в складовке. И куда мне идти дальше? Охренеть. И сюда идти, и сюда идти. Блин, я не знаю, куда идти пошли. Блин, таки. Ой-ой-ой-ой, чё пугаете-то? А-а-а-а-а! Тела выглядят так, будто сделаны из воска. Их неестественные позы создают жуткое зрелище. Да я сам чуть не подобосрался. Это место? Что здесь не так? Нужно выбраться отсюда. Должно быть, это какой-то плохой сон. Падающие тела выпадают с потолков. Если они заденут вас, здоровье снизится на единицу. Ага. Если вас ранят когтистые руки, вы начнёте истекать кровью. Это временно снижает ваш максимальный запас здоровья. Вы потеряете это здоровье от кровотечения, если не используете бинт. А уклонение использует много выносливости. Однако, от этого может зависеть ваша жизнь. То есть, она может уклоняться с пейс. Блин, неудобно сделали. Тихо-тихо. Куда идти, ребята? Там когтистые руки. Так, куда идти? Вперёд-назад, вперёд-назад. Кабинет технологии. Учительская. Руки убрал. Сос. Закрыто. О, капец, страшно. Не, не страшно, как-то необычно. Сос. Так, тут всё закрыто, ладно. Не пойдём туда. А вот она как пригинается. Я думал, юбку будет задирать. Эх, молодцы. Предусмотрели. А я думал, будет юбку задирать. Так, а страшные девахи уже есть или нет? И куда идти? Я что-то вообще не пойму. Подожди, альт. Ой. А цели? Найти выход из школы Сехла. Ну, выхода, конечно, не будет. Фу, как тут всё страшно. Ё-моё. Ё-моё. Ну, пошли вниз. Так, пожрать можно, купить. Здесь есть кто-нибудь? Выпустите меня. Кто-нибудь, прошу. Дверь плотно закрыта. Здесь есть памятка. Выходите через запасной корпус. Охранник. Я могу добраться до западного корпуса через кафетерий на третьем этаже. Ага, понято. Блин, страшно. Сейчас же полюбашу какая-нибудь параша нападёт. Так, это комната сохранений, да? Здесь, типа, безопасно, да? Да, записали. Ну, я так, на всякий случай, мало ли чё. Чтоб не перебегать потом. Так, это закрыто. Надо было сразу в кафетерий идти, и всё. Блин, я забываю, что пробел у меня теперь... Уклонение. Да чё ж всё закрыто-то? Хе-хе-хе. Привет, ребята. О-о-о. Как страшно-то. Тихо. Тихо-тихо. Куда вошёл? В трип-три вошёл. Блин, комедики достали не такие дружелюбные. Так, это чё? Это чтобы чё-то заорал. Здесь разрослась и укоренилась стена странных щупальцев. Ну, так, про щупальцы, как бы, это лучше... Ты у тебя юбка, коробка, короткая, лучше беги от них. Блин, вот это вот, конечно, нажимать... На Е как бы зажимать так неудобно, капец. То ли дело в первой коме, нажал ей и всё, и убежал. А здесь, блин, нажимай, нажимай эту пипку. Зажимай. Так, ну, пока ничего нет. Туалет закрыт. О, мужской туалет открыт. Так, укрытия могут спасти вам жизнь. Используйте окружение, чтобы спрятаться. Так, в шкафах может прятаться. В каких-то хернях. А, это, типа, показали мне, что я под эту херню могу спрятаться. Это не громкая штука. Это под стол. Выполните быстрые команды, чтобы задержать дыхание. Нифига себе. В противном случае вы раскроете себя. А-а-а. Когда ваша выносливость снижена, скрыть тяжёлое дыхание будет сложнее. Вон чё сделали. То есть, подожди, я заныкался в туалет. И ещё должен буду сделать какое-то дыхание там скрывать. Вы офигели? Так, это бегать, да? Да, это бегать. Это кошки скребут. Так, ну, у кафетерия почти. Так, телевизор молчит. Тихо-тихо. А-а-ай! Крёбаная деваха. Я ж тут знал, что она упадет. Это девушка. Это я с Олька, по лебасу. Эй, ты в порядке? Она странно выглядит. Разумно будет не подходить к ней. А, это вот эта девушка. Когтистые духи наносят удары по ногам. Если они ранят вас, начнется кровотечение. Их трудно обнаружить. Если вы не будете осторожны, следите за ними. Понято. Я понял. Так. Рюкзачок, подожди. Где у меня рюкзак? Ай. Давай шоколадку одну сожрем. Да. И купим сразу. Деньги же есть. Так, что купим? Так, давай купим какой-нибудь кофе. Так, дает энергичность. Давай вот его купим. Шоколадочку. Ну и все пока. Вдруг все найдем еще. Так, тихо. Вы как разживаю. Ты смотри, сидит там. Но я не пойму, где она бьет, а где она просто как бы кошмарится. Все, уснула. Молодец. А в кафетерии эти контейнеры помечены странной эмблемой. Эти припасы предоставлены министрам. Берите то, что нужно, чтобы закончить работу. Охотники до духов. Хёнбэй. Похоже, их уже открывали. Интересно, осталось ли что-нибудь полезное. Я что-то нашла. Бинт. Тыщущий Роан Мауэрли рекомендуется до перевязки серьезный грант. Убирай скоротечение. Надо взять, конечно. О, монетка. Фитуцированная валюта в форме монет. Можно купить что-то в торговых томатах. Взять. Отлично. Так, кодекс. Давайте сохранимся. Всё, записали имя своё. Ага, в окружающем полный. Но может было не покупать в Адамска лежит. Я думаю, мы в кафетерии ещё много раз придём. Так, а зачем нам туда? А, там выход. Так, а кафетерия это безопасное место или нет? Вы получили вырванную страницу. Собранные вами вырванные страницы появятся в заметках. Эти страницы могут открыть сведения о мире Комы. Закрыть. Так, а где это я читать? А, Эн. Один из десяти. Жизнь в Кван-Джу-Суми. И как читать? А, Е читать. Я родилась в скромной семье осенью 1938 года. Семья. Семь лет мы жили в нашем небольшом семейном домике в Кван-Джу. Мой отец был фермером. Выращивал рис и ячмень. Мать работала на хлопковой мельнице. Мы со старшим братом сухо занимались домашними делами, которые не успевали заниматься наши родители. В те годы каждый работал в меру своих сил. Работу нужно было делать, и мы работали с большим усердием. Это были трудные годы, но мы были счастливы, потому что мы были вместе, находясь друг к другу, утешение и смех. Но пока ничего страшного тут о мире коме я не узнал. Просто как бы люди жили, как бы там что-то делали, и все в порядке. Эти ворота тоже закрыты. Да ладно? Возможно, сотрудники оставили ключи за стойки бара. Нужно проверить. Так. Это здесь же, да? Ну точно. Поспешная записка сотрудницы столовой. Вы получили записку из кафетерия и ключ-карту персонала. Мина. Хм, кажется, работница кафетерия работала сверхурочно. Ей сказали, чтобы она взяла ключ-карту подземной парковки в кабинете охраны. Ну как всегда, кабинет охраны. Возможно, я смогу выбраться из этого жуткого места. Да ладно, не выберешься. Так. Комната охраны, подземная стоянка. А что взял? Вот ключ-карта персонала. Записка из кафетерия. Записка сотрудницы. Так, ага. И что это? Результаты экзамена мины. О! Миссу наценила ваш экзамен по-английскому на печальную B+. Ну это 400+, а почему печально это? Фига, сколько тут места квестов. Так, так, ага. Все, пошли дальше. Так, а здесь все нашли. Так. Рюкзак полон. Мы готовы, так сказать, к бою. Ну я так понимаю, сейчас мне начнут, так сказать, просираться давать. Потому что что-то я хожу пока не паникушно совсем. Ой-ой-ой-ой. Падай давай. Падай, я сказала. Все, молодец. Когтистые когти еще болтаются. Ага, тут я не пройду. Отлично. Значит, как пойдем? Чай вниз, да? Ага, через школьный вестибюль. Ну пошли. Хотя страшно идти. Блин. Просто идем себе, идем. Гуляем по школе. Мы школу знаем. Тут, кстати, записок стало меньше. Ну так, по первому впечатлению. Так. А, это несет. О, подожди. Сейчас вниз и еще раз вниз. Ну конечно, блин. Ну блин, карта же есть, нет? Давай сюда зайдем. Все закрыто, блин. Блин, все закрыто. Ё-моё, как страшно-то. Не страшно, блин, а как-то паникушно. Я потому что не знаю, как вообще скрываться буду. Убегать от опасностей. Где музыка? Ё-моё. Фу. А, вы получили вырванную страницу. Ой. Н. Так, институт Сехла в сумме. Месяцы после нашего прибытия в селу были бурными. К ужасу моего отца это было опасное время политических потрясений. Моя семья поселилась в неразвитом районе Сан-Цин. Он свалился двумя вещами. Выразительным присутствием католических миссионеров и выдающимся институтом Сехла, который право управляла таинственная американская семья. Наше сообщество хорошо знало организацию за её общественные деяния. Несмотря на преимущества, которые их проекты приносили нашему округу, институт Сехла всегда находился под подозрительной занавесой секретности. Ну понятно. Очередные эксперименты. Так, через учительскую я не пройду. Значит, пошли наверх. Наверх же. Развели тут всякой праши. О! А, ну сюда я мог, да, войти? Да, сюда я и мог войти. Так, это что такое? Ага, это она спряталась. Молодец. Хоть под столом ныкаться можно. Но под столом, конечно, мне кажется, более паникушно, чем под этим, под шкафом. Так. Прямо, 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 вниз, вниз, вниз. Как-то так. Блин, вот эти вот, конечно, зажимы Е, конечно, они прямо напрягают. Потому что, когда я буду паниковать, я, наверное, обосрусь нажимать эти Е, без конца зажимать, пережимать. А я думаю, что я здесь обосрусь. Потому что я в первой коме как-то, наверное, серии 4 привыкал ко всем ее, так сказать, девахам. Так, секунду. Раз вниз и два вниз. Так, только не говори сейчас, что тут тоже все закрыто будет. Ага. Тихо. Мы заменяем класс общественных наук в пользу технологий жилищной экономики. Участники Шесткова Сехла должны научиться ценить практические навыки выживания, такие как инженерия, шитье, кулинария и рукоделие. В конце концов, разве вы не должны уметь хотя бы... А, уметь хотя бы крутить лампочку, управляющий мод. Ну, согласен. Лампочку должны уметь крутить. Так вот кому и куда? Вопрос. Ну, блин, а! Вы что, офигели что ли? Везде какие-то заросли поросли, блин. Хрен доберешься до вас. Все закрыто. Так, это что? Это автоматик. Так, это закрыто. Ой, блин, страшно, капец. Давай в комит-управляющего сходим. Ага, он еще заколочен. Ну, проверим, просто проверим. Мы получили монетку. Отлично. Блин, страшно, капец. Так, тут все у нас забаррикадировано. То есть, соответственно, надо идти через тот следующее крыло. Угу. Ну, пошли попробуем. Попутно сейчас еще сохранимся. Ну, пока как бы спокойно. Я думаю, все равно о первом визите девки нас предупредят. Я не думаю, что появится неожиданно как-то. Ой-ой-ой-ой! Вот ты скотобаза, а! Где у меня там этот рюкзак? Бинт. Все. Бинт просрали на ровном месте. Так. Ну, пока ходим. Пока ничего страшного. Так, пока как бы все в порядке. Так. Получается, вниз там пройти не можем. Получается, через кафетерий пошли. Помчали! Так, тут что? Ага, тут ничего. Ну, в принципе, тут можно спуститься. Тут вниз никак. Но мы пойдем сюда, в кабинет директора. Закрыто. А двери как-то помечают? Что я? Нет, двери никак не помечаются. Жалко. Закрыто. Закрыто. Тихо. Спишь? Спи. Ё-моё! Ну, короче, по мере приближения как бы к цели главной... Я так понимаю, сейчас будет жопа дряснее. Вы получили вырванную страницу. Ну, давай сразу ее читать. Ну, в принципе, как в первой коме, давай сразу читать. Судьбоносный день Суми. 15 августа 1945 года, мой седьмой день рождения. Впервые за 35 лет нация отпраздновала свою независимость. Мой отец считал хорошим предзнаменовением то, что день рождения его дочери приходится на такой день. Мама ругала его за чрезмерное суеверие. В конце месяца он внезапно объявил, что мы продаем нашу землю и переезжаем в Силу. Искать лучшую жизнь и быть ближе к его брату. Хоть я и была ребенком, но до сих пор помню, как наше путешествие в большой город длилось вечность. Чтобы скоротать время, мой брат учил меня играть на своей флейте. Ему еще долго придется обучать меня. Но теперь эти уроки – драгоценные воспоминания. Флейта. Помните, да? В первой части именно флейтой вызывалась какая-то дрянь. Сестра там или как она называется. Так, это ныкаться. Это тоже ныкаться. Так, это ныкаться. Запоминаем. Все туалеты последние можно ныкаться. Первые закрыты. Так, это мы в уборной. Сейчас в ней спускаемся. Такая тишина вообще, и шаги такие. Тык, 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 тык. Ну да. Атмосферненько, ничего не скажу. Тихо-тихо мне тут. В записке школьного охранника сказано, что в комнате охраны есть ключ-карта подземной парковки. Раз у меня уже есть ключ-карта персонала, нужно сходить туда и проверить. Ну я понял, это не задание повторили. Так, комната охраны. Подземная парковка. На принципе, бессмысленно туда идти, мы оттуда не сбежим. Это пока такое, я так понимаю, эпилог какой-то. Так, вот эти вот когти меня напрягают, я пока не понял, как они работают. Вон они там болтаются, что-то там кувыркаются. Когтистые руки, блин. Так, сос. А, сейчас в мидпункт идем. Мидпункт, где у них там какая-то супер-мидистра работает. Ой, блин. Вот урода. Хоть, хоть закрыто, я думаю, что закрыто будет. Это вниз. Страшно. Так. Фу. Как это спрятаться? А, смотрите, карту не могу, да? И альт не могу, да, ничего не могу. Так, ладно. Это вы в комнате охраны, куда нам, в принципе, надо было идти. Что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Это настоящее тело и настоящая кровь. Что с ним произошло? Нужно позвонить в полицию. Да какая полиция? Телефон не работает в такой момент. Ладно, нужно просто успокоиться и сконцентрироваться на том, как отсюда выбраться. А ты еще не понимаешь, что ты где-то вообще в потустороннем мире. Кто это? А это, по-моему, их учитель новый, да, вот этот англичанин? Бумажник. Его зовут Хенбэй. Я его не знаю. А вы получили ключ-карту подземной парковки. А, нет, это не этот. О-о-о, чувак, как расплющил. Что это? Похоже на газовый баллончик. Должно быть, он пытался использовать его. Видимо, безуспешно. Что могло сотворить с ним такое? Ммм, может это пригодится? Так, газовый баллончик. Это одноразовый предмет, используемый для того, чтобы вырваться из лапфрага. Когда вас схватят на экране, появятся быстрые команды. Выполните команду, чтобы использовать баллончик. Да блин, нифига себе, тут еще команда выполняет. Да вы издеваетесь вниз, вперед, назад, вперед, и за стрелки нажимать. Я что-то нашла. Газовый баллончик Массе. Аэросолевый спрей для сдерживания нападающих. Позволяет вырваться из схватки врага. Идяйте. Ну, хорошо. Не знаю, как я буду в панике его использовать, конечно. Так, это мы заныкались. Фу, там, блин, по-на-палу какая-то блевотина. Да не, на мужика, конечно, расплющила знатно. Прям так хорошо. Да, его прямо, как будто бы копировать хотели. Но неудачно. Так, сейчас я понимаю, начнется трешанина. Недаром мне тут. Парковка внизу, пора валить отсюда. Смотри, здесь можно спрятаться и под столом. Вспоминаем. Что я подозреваю, сейчас жопа начнется. Так, сюда мне идти нельзя. Я хочу выбраться через подземную парковку. И жопа, конечно. Плохи дела. Ключ карты не срабатывает, пока дверь обесточена. И... Ты мне предлагаешь идти в подземную кладовую? Но как? Чуть, пока я не знаю, как туда идти. Так, это я понял. Тут, а тоже как-никак. Одна под землей не так себе представляла эту ночь. О, я проник сюда. А, ну точно. Так, тихо. Так, запоминаем свое имя. Так, запомнили. Так, ты давай там не дури. Я спать сказал. Давай засыпай быстрее, паук. Все, отключился. Ишь там стоит, блин. О, нифига, тут еще проход вперед. Да, понамудрили, конечно, тут. Вот так бегать будешь? Хрен это все найдешь. Так, вырванная страница. Давай сразу читать. Ой. Где там? Лето 950 года. Суммель. Ничто не могу подготовить тоску ужасу, который произошел летом 1950 года. Весь наш район впал в смятение, когда пришло известие, что северокорейские силы пересеклились в восьмую параллель. Моя семья слушала радиопередачу президента Ри, который призывал выживших остаться в Сеуле и довериться правительству, несмотря на опасность. Отец знал, что грядет, и мы быстро собрали все, что могли унести, и пешком бежали из горящего города. Успели перейти мост Хана, прежде чем наши войска уничтожили его. Это было самое трудное путешествие в нашей жизни. После множества страданий и душевных потрясений мы наконец-таки нашли свой путь в Пусан, последний устоявший город. Именно там сухо, когда еще 16-летний мальчик объявил, что присоединяется к другим школьникам в качестве солдата-добровольца. Я в гневе протестовала, но без результата. Понятно. Так. Это генератор. Это что? Это спрятаться. Проверяем сразу все, чтобы... Все, что тут есть. Вода. Не будем брать. Бинт. Возьмем. Вот бинт возьму. Баллончик. Не, не буду брать баллончик. А хотя, может, еще один можно взять? Ага. Все, понято. Сбежать через подземную парковку. Найти генератор. Понято. Похоже на генератор. Нужно попробовать его перезапустить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, подожди. Фу. Будут новые мини-игры добавили. А, вроде бы сработало. Ну ты сильно-то не радуйся. О-па. А вот и наша старая подружайка. А? Кто-то вошел? Да, это старая подружайка. По кабучкам. Вспомнили? Цок-цок-цок. Так, это я нажимаю, нет? Да, я. Коки, 누구세요? Эй-эй. Давай, беги оттуда. Минка. Не, ну шаги бы, конечно, прикольные сделали. Кто здесь? Прошу, покажись. А, подожди, это наш этот теневой отряд супергероев, что ли? Мисон? Слава богу, я думала, что я здесь совсем одна. Ну, конечно. Что ты нашла, моя дорогая? О-о-о-о, щитли. Еще одного нарушителя, скрывающегося в нашем милом доме. Э-э-э, что? Ну, а вот, собственно, тень. Привет, тень. А как насчет того, чтобы поприветствовать ее в нашей прекрасной школе? Какая-то медуза-горгона, короче, это какая-то... Ну, это не Мисон, это какие-то новые, ребятки. О-о-о-о, как поприветствовали-то. Че орать-то? Терминаторша какая-то. Я надеюсь, сейчас сразу бежать мне не надо, потому что я не готов сейчас бежать. Вот правда, я не готов. Если сейчас сразу бежать, я просто запаникую. Я не знаю, куда бежать. О-о-о! Тихо-тихо, темный сон. О-о-о-о. Ё-моё! Вообще, я ничего не понял. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Думаю, она ушла, пора бежать на подземную парковку. Блин, а где подземная парковка? Я не помню! Так, тихо. Блин! Ещё это нажатие дебильное! ё-моё так это я управляю нет прошу хватит прошу правда хватит сейчас появится супергерои да вот этих нихера себе она разрывает нужно скрываться от этой двинутой беги дорогая беги беги ради папы и мамы и сиху чё там такое о вот появились эти так сказать защитники запрыгивай ну же полипали она догонит да и догонит она все нормально будет не сын стоит ты кто кто ты сейчас окажется что-то всех вода сейчас пальбасы смотри окажется это тех он же в коме лежит в настоящей жизни оттуда у супергерой защищает всегда беги внутрь и найти безопасное место я уведу ее ну да это всех а наверно наш герой кто это был до сиха это был первый из комы а полицейский участок сам сын нифига себе новая локация не школа это было мисс он происходит явно что-то ужасное не думала что эта ночь может стать еще более странный он выставил меня возле полицейского участка лучше поскорее ему по всем сообщить мама и папа наверно страшно волнуются они будут рады услышать меня так здесь мы сохраняемся так а тут тоже дачу то а нет пока нет карты так это выйти новые локации то есть игра удивляет какой-то там комикс начался то есть маленько другие локации опа упыль этот опять там кто-то впереди стоп это всех а что он здесь делает а я перепутала всех а ю юху но точно юху но уже нас главный герой сперва куба это всех это наш главный ботан все эту упырь устроил меня как ты сюда попала я была заперта в школе не едва удалось выбраться и мне нужно поговорить с полицией там происходило какое-то безумие им нужно отправиться кого-то осмотреть тех не по придержи коней смотри его у тебя отдышка давай-ка успокоимся и расскажи мне что случилось может я смогу помочь всех ли произошло убийство мисс он я думаю она это просто чувствует слишком странно думаю она убила парня по имени хен бэй что это чушь мисс он никогда бы такого не поступило но теперь мне все понятно ты о чем и что ты здесь делаешь я был рядом со школой когда услышал крик прибежал сообщить полиции но они отмахнулись от меня может они поверят моим словам и выслушаю тебя а может они поверят моим словам высушил тебя серьезно все так странно хорошо пойдем вместе давай я прямо за тобой чудо палец показываешь жирный убери что-то мне кажется какая-то подстава сейчас будет в полицейском участке все это действительно очень странно но не волнуйся я тебя прикрою ну да это уже он этого их но уже прикрыл один раз а полицейский да какие-то страшные вот похоже какие у них морды страшные этот похож на этого ментгиля я это очень на какого-то скелета ужас всех окажется мы уже блин эсеха похоже дверь что-то заблокировали снаружи всех устраивайся там поудобнее мина поверь это для твоего же блага выпусти меня отсюда сейчас же неужели все сошли с ума вот ты скотина то есть серьезно эта часть игры будет полицейском участке и тут тоже херня мне казалось что всегда должно быть несколько дежурных полицейских будто очнулась посреди какого-то зомби апокалипсиса кажется этой странные лозы укоренились и за пределы школьных стен а то есть смотри короче они уже проникли получается не только в школу они уже город стали опутывать да и я помню этот плакат я приезжала сюда с президентом класса качестве представителя всех вы для фотосессии посвященный безопасности сообщества здесь должен быть кто-то кто помнит меня ой так это она каким-то красопедом есть есть здесь кто справочно никого и думаю что смогу найти здесь какую-нибудь либо помощь ой блин так 500 рублей так но мы наверх пока не пойдем так камеры стоят камеры наблюдения кажется активной возможно кто-то дежурит в комнате охраны не думаю так вода я не будем брать воду так вырванную страницу получил уборка гильсеху опять вот ботан мое странное путешествие началось самым обыденным образом как обычно мюнгиль доставал нас тэхуном нас реально задолбало прислуживать ему и его придурка в качестве поставщиков еды когда ситуация стала накаляться это привлекло внимание нашего учителя бешеного пса я думаю что он стал на нашу сторону но старый пердун отправил нас убивать убирать к кладовую мы занялись этим после школы помещение выглядело так будто его не посещали уже полвека пока тэхун занимался уборгой с усердием челы я решил осмотреть несколько коробок ну так он нашел эту как называется флейту мы это знаем так тут ключ нужен тихо здесь я не пройду так получается смотри есть проход здесь на второй этаж это на второй этаж пошли там уже там меня наверное игра ведет и ждали бы меня бесполезно без ключ карты не открылась понятно ой 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 я забыл про этих как они называются то ой 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 тут правда уже не школьница полицейские понятно ну давай быстрее там брэк-данс вы танцуй ты уснешь нет все молодец и штамп стоит блин танцует о карта на столе лежит карта участка вы получили карту полицейского участка солнцем офигеть комната охраны вон там но их ты и и моё то есть серьезно мы не в школе будем полицейском участке носиться так это спрятаться так 500 рублей взяли отлично так мне надо куда вести бюль так это мы туда пришли да а это выход понял понята уборная закрыта в кафетерии так пошли прямо это лоза все понятно а я прямо не пройду до маленько запутался а вот она комната охраны а вот она комната охраны понятно так как где ключ охрана то может быть добраться к кому-то найти офицера ну наверное офицеров искать где будем наверху наверно ну да пошли наверх так тут я не поднимусь да тут я не поднимусь а 500 рублей отлично 500 еще рублей взяли отлично ну что ребята давайте я здесь наверно сохранюсь запишу свое имя и на этом так сказать закончу увидимся в следующих сериях все всем спасибо всем пока будем вновь погружаться в кому изучать и неизведанные миры с вами был чердак норму все всем спасибо всем пока до встречи